Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, где мы развиваем инвесторское мышление и говорим о формировании инвестиционных портфелей. Сегодня будем говорить про дефолт. Про дефолт на самом деле уже много сказано на просторах интернета, и я тоже говорил, и здесь мы говорим про дефолт не в ключе того, что я высказываю очередное свое мнение. У нас по-прежнему продолжается серия вопрос-ответов. Обязательно смотрите до конца, если у вас еще были какие-то вопросы, которые требовали раскрытия, постараемся в этом видео их раскрыть. Но и не забываем подписываться на наш телеграм-канал, где есть обратная связь от меня, где можно оставлять комментарии, чтобы не подвергаться риску блокировки Ютуба в России, сохранить наши контакты, чтобы мы по-прежнему с вами общались в онлайн-формате. Ну что ж, поехали. Итак, начнем. А к чему готовится рядовым гражданам? Переводить деньги в валюту или наоборот? Мы не знаем, как на самом деле дальше пойдет ситуация. Мы не знаем, когда будут сняты санкции. Сейчас очень много факторов неопределенности. Вопрос, к чему готовится, и готовится в принципе, да, это диверсификация, это вложение в реальные активы, которые защищают денежные средства от инфляции. Это очень важно, я уже тоже об этом много говорил, развивать собственные знания, умения, навыки, чтобы создавать больше потребительской ценности, самому непосредственно развиваться. Но рядовых граждан это не касается. То есть рядовым гражданам даже выплачивается, кто держит облигации. Для меня лично в текущей ситуации, в текущем моменте, по крайней мере, на перспективе его следующих двух-трех лет, я не вижу какой-либо опасности. Дефолт, скажем так, не грозит. Потому что покупайте те же самые облигации федерального займа, покупайте биржевые фонды облигаций. Я думаю, они будут неплохо справляться с функцией защиты средств от инфляции. Да, вы каких-то там сверхдоходов не получите, но денежные средства от инфляции будут сохранены. Покупательская способность денег будет сохраняться. И это стабильный инструмент, который, ну, даже в самом крайнем случае, как я говорю, если они номинированы в рублях, мы можем самостоятельно напечатать деньги. Но мы видим, что здесь тоже не являемся такими мальчиками для битья. Мы соответствующие ответы тоже даем. Да, конечно, будет хуже. Но нужно понимать, что в современной мировой экономике, которая пропитана идеями глобализации, в которой за последние 20 лет очень сильно был развито вопрос производственной кооперации, специализации отдельных стран на каких-то определенных вещах, если ты делаешь больно одной стране, ты неизбежно делаешь больно другой стране. И здесь просто вопрос, у кого какой болевой шок. И, может быть, я чрезмерный оптимист, но просто Россия за последние 20-30 лет столько всего пережила, что у нас уровень вот этого болевого шока, он находится гораздо ниже, чем, допустим, в той же самой благополучной Европе или Соединенных Штатах Америки. Какие последствия будут после дефолта? Ну, последствия, ну, как, наверное, это громко сказано, что дефолта не будет, да? Технический дефолт может быть, кросс-дефолт может непосредственно наступить, такое требование может возникнуть. Там, соответственно, будут выяснять отношения, могут еще каким-либо образом ужесточить. Просто будет соизмеримый ответ, да? То есть мы, скажем так, не даем больше, чем по нам бьют. То есть, как правило, идет сопоставимый ответ. То есть, если будет в каком-то принудительном порядке эти деньги получены, то у России есть что забрать у инвесторов недружественных стран, чтобы компенсировать эти потери. То есть мы это видим. Заблокировали золотовалютные резервы, заблокировали возможность продавать российские активы нерезидентам. Если сейчас выведут на дефолт и будут каким-то через суды аресты имущества России на территории других стран обращать взыскание, Россия тоже соответствующим образом может отреагировать. Поэтому здесь вопрос от этого, ну, как бы никто не выигрывает. И вопрос в одном остается, как долго вот эти споры непонятные, да, будут продлеваться. Можем ли мы рассчитывать на возврат золотовалютных резервов? Здесь вот какой вопрос, такой ответ. Можем ли мы рассчитывать на возврат золотовалютных резервов? Можем. Там Иран сколько находился под санкциями, да, возникла ситуация. 2022 года все переключились, соответственно, там с Ирана на Россию. И говорят, а ребята, давайте, вроде бы Иран там нормальный, да, то есть там давайте мы раскроем ядерную программу и санкции начнем от меня. И мы живем в меняющемся мире. То есть, ну, сегодня была новость, что над территорием Тайваня пролетело сразу 38 самолетов китайской армии. Но если сейчас полыхнет, допустим, там какая-нибудь ситуация, фокус внимания, наверное, сместится с Россией. И Россия тоже не активные действия не предпринимает. То есть, по всей видимости, где-то здесь уже развязка близка. Было ли что-то подобное в мировой истории? Было. Ну, то есть мы видим, что и Венесуэла была под санкциями, и Иран был под санкциями, и КНДР уже сколько же лет живет под санкциями. Куба. С 59-го года Куба, да, находится там под эмбарго. Поэтому, да, это было, живут, да, в мировой экономике, в глобализованной экономике. Конечно, лучше быть в открытом, когда ты получаешь доступ к технологиям и к деньгам, финансам. Когда ты закрываешься, соответственно, становится сложнее. Но, опять же, люди везде живут. Откуда возникли эти внешние долги? Вообще, любой долг государства, он возникает за счет разрыва, когда происходит формирование бюджета на год. То есть есть расходная часть, есть доходная часть. То есть расходная часть, это, соответственно, расходы на медицину, на образование, на государственный аппарат, на армию. Ну, то есть государственные расходы, статьи расходов государства, да, куда непосредственно тратятся деньги. Есть доходная часть бюджета, которая формируется преимущественно за счет налогов и собираемости этих налогов. Если расходы бюджета начинают превышать доходы бюджета, то денег не хватает, и государство начинает занимать. Может занимать на внутреннем рынке, может занимать на внешнем рынке. Соответственно, вот внутренний рынок, это облигация федерального займа, выпускается на территории России, обращается на территорию России. В принципе, все могут покупать облигации федерального займа. Внешние долги, ну, допустим, есть расходы, номинированные в валюте у государства, да, и это разные расходы могут быть. Соответственно, часть средств занимается в валюте. Есть резервы, есть резервы в рублях, есть резервы в валюте. То есть можно тоже иметь там золотовалютных резервов на 350 миллиардов и 40 миллиардов, допустим, занять под какие-то инфраструктурные проекты, когда государственно-частное партнерство объединяется, то есть частный бизнес и государство объединяются, совместно создают какой-то инфраструктурный проект. Я не знаю, там дорогу строят условно или железную, или автомобильную дорогу платную. И государство тоже от этого что-то получает. То есть если это какой-то инвестиционный проект, под инвестиционный проект она может выпустить облигации для того, чтобы его финансировать непосредственно. Разные схемы на самом деле, но долги они берутся опять-таки тогда, когда у тебя расходная часть превышает доходную. Тебе денег недостаточно, ты берешь долг для того, чтобы финансировать расходную часть бюджета. А чем схожа и чем отличается ситуация сегодня и ситуация 1998 года? В 1998 году не было денег, от слова вообще. Ну то есть цены на нефть упали, собираемость налогов была очень низкая, администрирование налогов было очень низкое, сама налоговая система была сложная, чтобы ее администрировать, учитывать. И доходная часть выпала, цена на нефть упала в 1998 году. Падение цен на нефть соответственно отразилось на доходах бюджета, налоговых доходах в первую очередь. Плюс налоги особо не платили. И когда возникла необходимость заплатить по долгам, денег не было. Сейчас ситуация отличается тем, что деньги есть. Мы говорим, ребята, разблокируйте резервы, можем оттуда перевезти, новых не будем, можем в рублях заплатить. В рублях говорят, не надо. Это кардинальная разница. Тогда денег не было, сейчас деньги есть. Что ж, друзья, у меня сегодня на этом все. Если понравился формат, если получили ответ на ваши вопросы, пожалуйста, оставьте комментарий, поставьте плюсик, что для вас есть ответ. Если нет ответа, поставьте минусы, напишите, что требует еще разъяснения. Для более оперативной связи еще раз призываю подписаться на канал. Ссылка под данное видео обязательно проходите, щелкайте, вписывайтесь в канал. Оперативно размещаем видео и происходят общения, какие-то конкретные истории публикуем именно в этот канал. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok